Девушки отдыхают Все вчера мы с вами вспоминали Ваутера Вейланда, юного, можно сказать, по европейским меркам, по профессиональным меркам гонщика бельгийского, который погиб на трассе Джирдо Италии. Джузеппе Мартинелли, спортивный директор и менеджер Астаны, говорит о том, что, наверное, было действительно лучшим решением все-таки продолжить движение, продолжить гонку, потому что, когда ты в этот момент останавливаешься, тебя раздавливает это окончательно. И понятно, что ничего теперь не вернуть, и горе мы можем помочь только таким образом, вспоминая человека всегда, и теперь мы будем все ехать гонку во имя его, в память его. И я думаю, что, я уверен в том, что он избрал бы точно такой же вариант. То есть он бы нас одобрил. Все это решение было бы ему вполне понятно, я надеюсь, говорит Джузеппе Мартинелли. Да, вчера был вот такой траурный парад, по очереди команды выходили вперед, каждая из команд, принимающих участие в гонке. Астана тоже свою часть полидировала в течение 10 километров, каждая из команд выполняла эту тяжкую, на самом деле, миссию, в особенности с моральной точки зрения. Ну, а, естественно, ребят надо было подпитывать, подпаивать. Вот Максим Гуров выполняет свою работу, Мартинелли говорит, что надо бы всех остальных тоже подключать почаще, потому что ребята должны практиковаться. А так получается, что тут у нас штатный водовоз, а все остальные как же. Ну, а потом будут горы, говорит Максим. И в горах это уже как раз будет другая работа. Работа для других гонщиков. Вот они там и напрактикуются тогда, потому что я, конечно, в числе первых в горе не буду. Да, по-прежнему очень тепло. Сегодня этап уже пошел с обычной скоростью. И все-таки, конечно, этого, того, что было вчера, Leopard Track снялась с гонки. Мы вам об этом сообщали уже. И лучший друг в пелотоне погибшего Уэйланда, Тайлер Фаррер, тоже прекратил участие в нынешней Джердейтали. Пятый этап сегодня. Сегодня гонка начала постепенно набирать ход, хотя все по-прежнему очень нервно. И сказывается то, что было пережито в течение двух предыдущих дней гонщиками, участниками. И надо сегодня, конечно, как можно лучше сконцентрироваться и собраться, потому что этап очень опасный. Этап четвертой категории сложности, ну, то есть есть там четырехзвездочный этап. Четыре звезды есть, только сложнее. Это пять, это сверхвысокогорный и сверхпротяженный. Сегодняшний этап до Орвьетто, знаменитейшего Орвьетто, где множество удивительных сооружений, где потрясающие катакомбы, которые выкапывались еще во времена, когда это был один из столичных городов времена Итрусска. Потрясающий Дуомо, собор с особенно впечатляющим фасадом. И вот неподалеку от Пиата Дуомо как раз и вход, начинается, собственно, экскурсии по местным катакомбам, которые хранят две с половиной тысячи лет истории. Надо будет, подскажу, когда там сеансы захода. Ну, в тип туристического сезона, вот сейчас мы как раз заходим вместе с оператором в них, в эти катакомбы. Ну, помимо всего прочего, здесь всегда очень красочное празднование Дня Святого Покровителя города. Ну, и Букстрида – это город чрезвычайно прославленный, как и резервная, так сказать, папская резиденция. Довольно бурно развивались исторические события несколько сотен лет назад. Об этом, наверное, тоже у нас будет возможность поговорить. Правда, вы знаете, понеслись ловесь опоры средняя. Скорость некоторых часов составляла 45 километров в час, 191 километр сегодня маршрут. И Страде Бьянке – возвращение на белые дороги, на Стеррато, то есть на неасфальтированную территорию. К большому счастью, не для всех, правда. Для таких специалистов, как Ричи Порт, не очень здорово, что сегодня сухо. Ну, а другие, другие и рады. В Пьембино сегодня началась гонка. В Пьембино от моря. Место очень знакомое для всех. Это старинный, я бы сказал, даже древний портовый город, с другой стороны которого целый комплекс удивительных архитектурных оборонительных сооружений. Южнее знаменитая Марина де Гроссетто, где очень многие команды, и наши, и итальянские, очень часто базировались. Ну, и вы видите, что поучаствовал в церемонии отправки в Пути и Пауло Беттини. Беттини из этих мест, точнее он посевернее родился, вырос и, собственно говоря, проживает пополам, скажем так. У него есть свой интерес, представленный Монте-Карло, как и у многих звезд. Ну, вот, кстати говоря, очень много тоже теплых слов Пауло Беттини. Человек, который застал в Quick Step мужание Ваутера Вейлэнда, он очень много теплых слов сказал об этом спортсмене, об этом человеке. И тоже по возможности я их буду постепенно приводить. У нас целая гонка еще впереди для того, чтобы, конечно, ничего вот этого важного не упустить. Сегодня две горы не очень высокой категории. Вы видите, какие, собственно, высоты над уровнем моря, чуть более 700 метров, меньше километра в любом случае высота. И вот мы как раз очень вовремя поспели на дистанцию, потому что сейчас остается 46 километров и совсем скоро начнутся стера. То есть, собственно, уже начали потихоньку карабкаться на гору третьей категории под названием Крочиди и Гиня. И это, надо сказать, будет технически очень большое испытание. Потому что здесь, я уже сказал, что здесь немощенная дорога, причем и вверх, и вниз. Есть куски, в общей сложности три куска, более 10 километров протяженностью. Это, конечно, с одной стороны не булыга, с одной стороны это не тур де Франс. Но, не дай бог, здесь оказываться в хвосте. Все, кто ездил еще первые версии эроики Монте-Паски, а там с блеском одна из самых больших в карьере побед была добыта нашим Александром Колобневым. Россиянин выиграл историческую версию эроика Монте-Паски. И теперь эта гонка переименована, скорректирована, так скажем, ее название. И она называется теперь Астраде-Бьянке, уже и официально. Ну и, соответственно, сейчас остается 45 километров до финишной черты. Это обозначает, что вот буквально через 4-5 километров начнется борьба с бездорожьем. И очень будет ужасная известняковая пыль. Соответственно, кто в хвосте останется, тому просто будет нечем дышать. Победитель позавчерашнего трагического этапа Анхел Висиоса, который со штурмом. Ну а пока отрыв дня вы видите на своем экране. Человека, который уехал уже очень-очень давно, по примеру Ланга. Себастьян Ланг, вы помните, более 200 километров пробыл впереди. И вы видите, хотя сегодня непредельная жара, были и более жаркие дни. Но соль буквально килограммами уже выступила на спине у швейцарского гонщика, представителя команды BMC. BMT, как называют здесь в Италии, эту команду на свой манер. Хотя команда не итальянская, как вы помните. И он едет в отрыве, конечно, понимая, что этот отрыв, скорее всего, будет выставочным. И для BMC просто это один из важных этапов. И он идет, отвлекая внимание от основных, скажем так, я думаю, ударных сил своей команды. Как и все остальные команды тоже сейчас мобилизовались, потому что этот отрезок очень серьезный и очень всякими разными перестановками чреватый. В техничке Астаны сейчас, насколько я понимаю, мы уже установили связь, да, находится коммерческий директор Айдар Махметов, наш традиционный гость репортажей. Айдар, нам хотелось бы узнать, что мы, допустим, можем ждать сегодня от Астаны, потому что дело, похоже, принимает серьезные обороты, четырехзвездочные этапы, это не шутки. Добрый день, Сергей. Да, в принципе, мы вчера обсуждали стратегию на сегодняшний день. Вообще, вы знаете, что до прихода первых гор, в принципе, стратегия нашей команды была не отстать, а как можно держаться, может, плотнее к головной группе, да, к лидирующим командам, да. И я вот говорил вчера с Лоренцем Лапажем, и Лоренцем сказал мне, что сегодня гонку, в принципе, пока невозможно выиграть, но на этом этапе ее уже можно проиграть, да. То есть это, можно сказать, что довольно-таки важный этап. Я надеюсь, что сегодня, если все будет нормально, может тот же Роман Кройцегер вместе с поддержкой Роберта Кизиловского может попробовать ногу, попробовать уехать в отрыв, потому что осталось буквально 40 километров, и сейчас пока пилотон движется в общей группе. Но если все будет нормально, наши ребята постараются, естественно, быть в голове. Ну, и, соответственно, вот тем, кто поедет в более больших горах, вот им что наказано, как говорится, сегодня делать, как, например, наверное, Пауэлло Тиралонго, у которого не всегда все получалось, которому не везло в спортивной карьере неоднократно, но который, мы знаем, очень силен на коротких и крутых горках. Он может пойти так вторым темпом? Я сегодня разговаривал с Пауэлло Тиралонго лично перед стартом этапа. Пауэлло здесь заряжен, горит и ждет весь предвкушение начала больших горных этапов. То есть для Пауэлло чем тяжелее этапы, чем выше горы, тем легче для него самого. На данный момент он, естественно, поддерживает нашего лидера, Романа Кройцегера. Но когда придут горы, которые расставят все команды по местам, надеюсь, Пауэлло тоже, наряду, естественно, с первостепенной задачей, то есть поддержкой Романа, он может показать себя. В принципе, он это уже доказал в прошлом году на Джире. Ну что ж, да, ребята сегодня должны идти и держаться одним кулаком. И вот сейчас мы немножко позже вступили в эфир, к сожалению, из-за того, что был важный теннисный матч перед этим. И мы сейчас уже находимся, собственно говоря, в приближении к первому отрезку Стеррато, в белой дороге, без асфальта. И желаем вам обойтись без неприятностей, чтобы не было проколов в падении, чтобы все получилось по-спортивному. Спасибо. Я еще хотел бы сказать, что у нас сегодня утром механики так же хорошо поработали. И есть вот такая вот маленькая деталь. Мы механики поставили колеса гонщикам немножко шире, такие, которые обычно используются на гонках типа Париж-Рубе. Учитывая рельеф и особенности сегодняшней гонки, где асфальтные этапы чередуются с обычным гравием. Я надеюсь, что поддержка механиков поможет так же общему итогу нашей команды сегодня. Спасибо вам. Здорово. Спасибо за этот эксклюзив, потому что это очень важная черта, очень важный момент с точки зрения именно тактики, экипировки. Спасибо и надеемся слышать вас в эфире дальше. Спасибо. До свидания. У нас на связи был коммерческий директор команды «Астана» Айдар Махметов. И готовится, готовится большая битва на бездорожье. Уже совсем-совсем скоро, и мы ненадолго уйдем, потом вернемся на дорогу. Падают, падают, ребята. Вот вы видите, какое коварное сужение дороги. И завал, слава богу, не на высокой скорости. И кто куда, вы видите, кто вообще в сточную канаву уезжает, кто остается. Ну, в середину прижало очень сильно. Кто-то из наших тут тоже приложился. Не сильно видно тоже. И велосипед даже тоже не повредил. Это очень важно. Возвращается на дистанцию, смотрит, как там с педалями. Не видно отсюда, кто именно. Но сегодня нападались. Очень-очень много было падений. Начиная с того, что лидер довольно серьезно растянулся на одном из скоростных поворотов. Дэвид Миллар. Его, естественно, подождали, как и полагается, по описанным и неписанным законам велосипедного спорта. Ну, и не слишком везет сегодня Азиду за Мондиаль, потому что тоже у них уже целая коллекция падений. Нервный этап, скорости высокие, средние скорости, несмотря на то, что постоянно по Кулина. Выехали мы из Тосканы, заехали в Умбрию, но, в принципе, все равно пересеченка остается. И сейчас очередная сессия, скажем так, показательная со стороны механиков. Мгновенно они обслуживают своих гонщиков. На самом деле, вот каждые буквально 5-10 минут, и вы понимаете, как у нас у всех особенно сейчас сжимается сердце, как особенно мы пугаемся в каждом из таких случаев. Пока-пока еще более-менее схлынет этот страх, гонщики-то уже все, они в азарте, в жару борьбы, они уже не боятся за себя, по крайней мере. Ну, и вы видите командные перестроения Катюши, разумеется, сегодня один из, одна из главных наших ставок. Это, конечно же, экс-чемпион Испании и победитель про-тура прошлого года. Хаакин Родригес, для Хаакина Родригеса, как только он пробьет вот эту белую дорогу, как только пойдут крутички перед финишем, он должен быть обязательно впереди. Вопрос только в том, как он справится с этим относительным бездорожьем. А дальше, дальше, конечно, все вот эти уклоны, как будто специально под него скроен финиш, под него и под Данила Дилуку, может быть, тоже. Так что есть козырные карты на руках и у российской команды. Ну, а примерно те же самые дороги до Монтальчино вели в прошлом году в Джерде-Италия. И там тоже было очень нервно, но тогда еще и погода была. Студеная, мокрая, холодная, отвратительная. И тоже падения были, падения, падения. И в этой ситуации ставили на мастеров велокросса и на маунтинбайкеров. В общем-то, были абсолютно правы. Приложились все, включая и обладатель на тот момент розовой майки Винченцо Нибали. Заряжал впереди Александр Винокуров, который очень серьезно пометил для себя этот этап, который ездил на него тренироваться. Ну и в майке чемпиона мира Кэдэл Эванс. Бывший элитный маунтинбайкер. Вот так они пробирались по этой грязи за щебенкой. Ну, грунтовка здесь, надо сказать, довольно сильно укатанная. И кроме того, это все-таки действительно не грязевая дорога. Стерато встретится не раз на Джорджи-Италии. Даже в предпоследний день рядом с Истриером мы будем проходить вообще целый грунтовый перевал. Ну, а сегодня, сегодня сухо, и сегодня главное не начать глотать пыль. В буквальном смысле этого слова. Вы видите развязку седьмого этапа года 2010-го. Принципиально важный для Маля Иридата, как говорят в Италии, для майки чемпиона мира. Для Кэдэл Эванса был принципиально важный успех. В этом году он на Джиро не выступает. Ну, а вы видите, что Кролер продолжает вести 5 минут и 52 секунды в основной группе. Кролер человек, в принципе, могущий ехать горку. Вот обратите внимание, что такое крончо-дефигинэ. Три километра вверх, и перепад вроде бы не бог весть какой, но есть крутичок. Здесь вот до самого Рима десятки, а может быть даже и сотни таких городков. Вот как будто бы орлиные гнезда на не очень высоких, правда, скалах. Очень похожи друг на друга. Что касается Сан-Кащану-Бани, я даже толком не знаю, что это и где это. Но остатки средневековой крепости, удержанные потом в более позднем стиле, перестроенные, мы все видим. Это тоже обязательная часть архитектуры. Плюс Сан-Кащану-Бани, значит, где-то есть горячие источники еще с русского периода, которые использовались как средство поправить здоровье. Ну, вот вы видите знак для машин, чтобы скорость была не выше 40 км в час. Для гонщиков, я думаю, что это тоже огромная проблема, держать скорость выше. Но, с другой стороны, сегодня все-таки сухо, и значит, значит, можно бороться. Насколько важно, соответственно, сегодня иметь колеса чуть большего сечения. Ну, вы понимаете, что тряска здесь не настолько большая. Но здесь в то же время есть, конечно, неровности. И все-таки, опять же, сцепные свойства асфальта, соответственно, твердость асфальта на проваливание, она все-таки, как ни крути, больше даже в хорошую погоду. И поэтому, может быть, даже и не зря механики применяли колеса чуть более широкого сечения. Хотя, опять же, конечно, когда они очень жестко надуваются, то на асфальте бывает не очень привычно управлять велосипедом на таком колесе. И там могут быть проблемы, соответственно, на чистом, на жестком асфальте. Так, первый отрезок стеррато перед сегодняшним финишем в Орвьетто. Но кому из горняков это не подойдет, потому что есть горняки, которым, в общем-то, такие куски не очень нравятся. Безусловно, сегодня будет разваливаться основная группа здесь, на этой предпоследней горе. Последняя гора вообще в непосредственной ближести к финишу. Да и финиш в Орвьетто тоже в гору. Там порядка 5% подъем последний. И поэтому как раз вспоминают успехи Родригеса, Дилуки и гонщиков подобных модельных характеристиков. Характеристик, у которых есть очень хороший протяг в гору. Обратите внимание, серьезные командные усилия со стороны Астаны. Практически вся команда, которая на данный момент хорошо себя чувствует, гонщики, все те, вышли вперед, раскатывают, натягивают основную группу. Создают проблемы, разумеется, для тех, кто является фаворитами сегодняшней развязки. То есть вот сегодня первый серьезный по-настоящему этап, когда команда может попытаться пойти на победу на этом этапе. Разрывы сейчас, конечно, уже изменились. Но вот вы видите, тоже трубка явно, явно не девятнадцатая, а пополнее, так скажем. Но не докачивать ее в то же время тоже было бы опасно. И даже опасно, да, не только не предусмотрительно. Поэтому, в принципе, давление, учитывая, что в основном сегодня дорога по асфальту, давление все-таки должно быть приличным, как обычно. Да и устаешь, естественно, когда трубка немножко приседает, проседает под тобой, не держит достаточно твой даже вес пера. Потому что большинство из гонщиков, понятно, что до 70 килограммов здесь 38 километров остается до окончательной развязки. И всем на сегодняшних командных совещаниях говорили, говорили, говорили. Я надеялся, что спортивный директор российской команды Клаудио Коцци выйдет в эфир. Мы сумеем его вывести, но сейчас вы видели, что осталось совсем мало времени. И просто-напросто спортивный директор, он уже должен крепко держать руль и должен обслуживать гонщиков. Поэтому я только скажу о том, что на командном совещании, соответственно, тоже говорилось о том, что постоянно ребята, по крайней мере, кто претендует на высокие места на этом этапе, постоянно были впереди. Застревать на этом этапе ни в коем случае нельзя. Потому что застрянешь, вылетишь, затрет тебя, засыплет этой пылью, наглотаешься ее, и потом лови ветра в поле. И поэтому все, кто претендует на генерал, все должны быть впереди. И пока, по крайней мере, на первом отрезке, судя по всему, это получается. Но посмотрите, какая драка на подходе к подобного рода куску. То есть то, что мы видим перед началом Булыгина, Париж, Рубе, абсолютно то же самое происходит и здесь. Но очень многие гонщики, участвующие сегодня, ездят с Традебьянки, ездят классическую однодневку вот эту. И поэтому у них богатый опыт, они знают, где нужно добавлять. 500 метров остается до финиша горного третьей категории, хотя он и не вполне горный. И обратите внимание, что значит градиент уже ближе к 20%. И, естественно, Койлер до этого наработался, будь здоров, сколько. Койлер в прошлом году тоже участвовал на Джирде Италия, но пробыл на этой гонке очень недолго. Потому что он упал на втором этапе. Вы помните эти узкие, тесные дороги. И помните агрессию и нервозность той гонки. И вот Койлер получил тогда травму, поэтому воспоминаний практически никаких о прошлой Джире у него нет. Эту Джире он начал уже с гораздо большей мотивацией. Но увидите, помимо того, что здесь неровная грунтовая дорога, помимо этого еще и очень круто. Собственно, все гонки, которые рождались здесь чуть менее 10 лет назад, все они были задуманы как воскрешение велоспорта классического. И довольно давно здесь проводились гонки на классических велосипедах среди любителей велосипедного спорта. Слава Попович поехал. Ярослав Попович ко-лидер. Не просто оруженосец, не просто правая рука капитана Радио Шак. А вы слышали уже, о чем говорил наш легендарный Вячеслав Якимов. Его почти тезка и давний товарищ еще когда они вместе гонялись. И не один год, и сейчас один стал тренером-координатором, второй, как говорится, подчиненным. И очень верит Славу Поповича Слава Якимов. И вы видите, что совсем встал бедняга-швейцарец. Хоть он и не обладатель лишнего веса, но он нахватался уже, работался на тяжелых передачах, на тележи, на перекрестных в основном попутных ветрах. И сейчас гонщику из ДМС совсем не позавидуешь. Обратите внимание, какую легкую передачу, обманчиво, конечно, легкую, просто для того, чтобы ритмичная была работа, выкручивает Ярослав Попович. И, конечно же, как бывший гонщик Астаны, он всем, даже тем, кто не гонялся с ним непосредственно, всем хорошо известен. И поэтому, если Попо двинул, то за ним, соответственно, должны пойти. И вот Роберту Кизерловскому достается такая миссия. Поляк старается подбираться как можно ближе. Обратите внимание, как неплохо обрабатывает эту гору Микеле Скарпоне. Обратите внимание, что и российский испанец тоже тут как тут и тоже на довольно мелкой передаче. Все ездили сюда, все присматривались к этим дорогам, все их репетировали, потому что они могут оказаться не менее важны, чем какой-нибудь Альпийский перевал, чем какие-нибудь там Доломиты. Но, к слову, вспомните, что разделка, допустим, проходится уже тоже ставшая классической на Планде Коронес. Также конец этой гонки идет по грунту и тоже с очень суровым градиентом. Просев, поистине ужасающий для тех, кто немножко зевнул. И вы видите, что впереди в районе 20-30 человек остается в голове группы. И, может быть, еще человек 15 в общей сложности пытаются зацепиться и остать не слишком далеко. Но Попович, может быть, может быть, с другой стороны это и какой-то отвлекающий маневр, потому что есть два очень сильных португальца на такие дороги также. Хотя изначально Тиаго Мачадо вроде бы не специалист бездорожья, но он универсал настоящий. Он очень хороший разделщик. Он в прошлом ездил и побеждал на чемпионате Португалии в гонке с раздельным стартом. И вы видите, Кройци разгоняется. Роман Кройцигер выходит вперед, садится за Ярославом. И поехали компактно. Стефано Горцели тоже всегда хорошо себя чувствует. Настрады Бьянки обладатель первого стартового номера. Экс-чемпион Двердо Италия. Победитель гонки 2000 года, вы видите, тоже оказывается здесь. Коробочки немного. Но вы видите, уже практически на крутизне здесь, где больше 15% плюс еще. Ненадежная проскальзывающая поверхность. Ведь буксуют колеса на большом градиенте. Если ты чуть-чуть неправильно распределишь вес, ты просто начнешь на месте копать и ляжешь на бок совершенно без скорости. Здесь нужна специальная техника. И вы видите, как черепашьим ходом, как редко на какой асфальтовой дороге, даже с градиентом, за 20% едут спортсмены в горах. Да, развалил окончательно. Ярослав Попович развалил всю группу. Не только самые устойчивые оказались впереди. Гора остановила. Надо учесть, что, конечно, огромная моральная нагрузка и физическая нагрузка вчерашнего этапа, прошедшего в одном траурном тяжелом ритме. Все это сказывается, безусловно. И все говорили, что гонщики после этого провели очень тяжелую ночь. Две тяжелых ночи подряд. И все вспоминали еще другие ситуации по другим. Менее страшным поводом, когда этапы нейтрализовались. А было разное. Были забастовки. Были забастовки местных тружеников. Тружеников были протесты гонщиков. Служи в памяти события 2001 года, по-моему, да, когда итальянская полиция устроила ночные обыски. И просто гонщики совсем не спали. А этап стоял длинный, горный. И они просто сказали решительное свое «нет». Вытянулись практически в струну по одному. Хорошо подкручивает Дилука, по-моему, мелькнул там. На экране очень неплохой ритм. Ищем Меньшова. Меньшов вчера падал. И, конечно, тоже настроение в целом хуже не придумаешь. Денис не особенно специалист именно таких дорог. И вот сейчас я из Дзеокса никого из лидеров не увидел. Надеемся, вот где-то в этой группе, по крайней мере. Тут, естественно, в этой пыли толком разобрать невозможно. По-моему, только Дилука и Родригес из Катюши остались впереди. Все остальные ребята осыпались. Но, как и в большинстве других команд, кроме капитанов, нет никого. Разрыв пока по-прежнему солидный. Несмотря на то, что Кроллер вроде бы ехал вообще поперек. Милар рискует сегодня серьезно потерять розовую майку. Но, вы знаете, по тому потрясению, опять же, которое он пережил, я думаю, что он ее и благополучно потеряет, и не сумеет ее просто как следует защищать. Ведь не случайно, опять-таки, получив благословение, участвовать в этой гонке от отца погибшего Вейланда, Тем не менее, гонщики, 9 человек после вчерашнего этапа с лонки сошли, и их совершенно можно понять. Мы поняли, что это будет просто не по силам нам. Мы хотели двигаться дальше, и мы хотели посвятить наши возможные успехи памяти Ваутера, но это было выше наших сил. Долго говорили журналисты с вдовой Казарделли, Анна Лиза тоже очень остро пережила всю эту ситуацию, и говорит, какая-то дьявольская параллель в этом. Да, конечно, мы прекрасно понимаем, что мотоциклисты помогают видеть эту гонку, но надо сказать, что гонщики сейчас предпочли бы, чтобы совсем никого из маршалов не было впереди, потому что они были ад. Тут и так сидишь на колесе, уже глотаешь пыль. Вы смотрите, что происходит с Кроллером. Кроллер едва удерживает велосипед, что было бы, если бы было мокро. Это только Порту и, может быть, еще Лемовелю, который тоже бывший велокроссмен высокого уровня. Может быть, им бы как раз это сыграло на руку. Тем, кто привык ездить оффроуд и fat tires на толстых шинах. Видите, какой здесь развал. Здесь уже будут наверняка просветы по 10 и по 15 минут под финиш, я думаю. И в самом деле, такую гонку на таком отрезке можно проиграть. Выиграть джиру невозможно, потому что впереди будут перевалы, на которых отыгрывается, в принципе, очень много при хорошем самочувствии. Но здесь дорога предельно опасная. И сегодня такое есть ощущение, все-таки, что гонщики друг друга берегут больше, чем они бы берегли, не будь тех трагических обстоятельств дневной давности. Все очень рискованно. Обсуждали, кстати говоря, вот тот знаменитый Кросси. Знаменитый, хотя еще ни разу по нему не ехали в парамках «Зирида Италия». Спуск перед Зонкуланом, где тоже очень сложное покрытие. Вот нам сообщают, что пару сопровождающих мотоциклов уже упало на этом отрезке. Но у них, опять же, у них невысокая скорость, мотоциклы шоссейные. И не совсем приспособлены к вот таким испытаниям, для того, чтобы ехать на медленной скорости, да еще и по такому покрытию. Были, были на гонках и такие трагедии, что погибали операторы, погибали сопровождающие мотоциклисты. История спорта долгая. И хотя большинство страниц этой истории все-таки светлые, но есть и очень-очень темные, увы. 31 километра до финишной черты. Койлер, несмотря на то, что местами ехал практически поперек, все-таки удерживает лидерство, потому что группа нервничает, группа аккуратничает. Койлер взял 10 очков за финиш третьей категории. Брамбилла, неугомонный, отмечающийся в горном зачете, старается маячить впереди. Так что не случайно он палит. Смотрите, что делается. Смотрите, что вынуждены сейчас, кроме Винченцо Нибали, все снимать ноги с педалей. Но сейчас вы видите 31 секунду в генеральной классификации. Один из главных фаворитов Джиро проигрывает лидеру Дэвиду Миллору. Но не по Миллору, но, разумеется, ориентируется по главным своим горным соперникам. Он действительно технарь божьей милости. Потрясающая техника изначально у него. И очень скоро Лосквало заработал репутацию лучшего мастера скоростного спуска. Но, как видим, не только по шоссе, но и по стеррато. Вот, вообразите, в такой ситуации могли бы мы говорить со спортивными директорами? Ни в коем случае. Даже, вы видите, его тоже болтает. Он ищет, ищет нужную траекторию. Аккуратнее! Опять едва ли не вылет. Стараются тянуться за небыли, стараются повторять его траекторию. Но, вот знаете, есть вот такое кошачье чутье. И оно у Винченца в полной мере присутствует. То есть, иные, казалось бы, куски он проходит так, что и не очень логично. На грани срыва. Его болтает. Но он едет лучше и быстрее всех остальных. Выскочил здесь. Сел на колесо мотоцикла. Старается не отвлекаться на какие-то. Вот, обратите внимание, максимальная концентрация. Вот, что важно, вот, что ключ к безопасности, на самом деле, везде, во всех гонках двухколесных. В особенности, где вы, разумеется, не имеете надежной опоры, где вы имеете небольшое пятно контакта. Нужно быть сосредоточенным. И те гонщики, которые начинают размакивать руками, жестикулировать, общаться, как говорится, с пилотами мотоциклов и с операторами, которые сидят у них на пассажирском сидении, они не правы, в первую очередь, относительно себя самих. Они подвергают себя большому риску. Они были, не были только в гонке, не были только на этой трассе. И хотя ряд неудобных эпизодов все-таки был, когда на, фактически на, на хорошей траектории почти останавливался мотоцикл. Тоже рискуя уронить оператора, который сидел задом наперед, вы сами понимаете. Мовистар, кто от Мовистара? Киренко сегодня уже падал тоже. Сегодня огромное количество падений, одиночных и небольших завалов. Но гонщики сознательно идут на это. Вторая группа в трех минутах находится от лидера. За 29 километров от финишной черты. Ну вот здесь гораздо, гораздо спокойнее. Холлер заработал и гораздо мощнее. Просвет все равно по-прежнему большой. Очень боязно гонщиков оставлять от них на шоссе, вот так вот уходить из эфира. Но, слава богу, вот этот вот наш отскок рекламно-коммерческий ничем неприятным не закончился. Судя по всему, и гонщики уже вышли на более твердое покрытие перед двумя другими участками Стеррато. Причем они будут один чуть-чуть в пригорок, а другой на поступенчатом подъеме, на поступенчатом спуске. Это очень будет тоже опасно. Но вы видите, куда был заезд. К счастью, здесь полотна шоссе хватило для гонщика ЧСФ Кальнаго. Атаки идут заранее, понятно, потому что каждый стремится сбежать. Ну и заодно поймать, конечно, того, который вылезает слишком рано и который опасен, работая на своих товарищей по команде. Мощная контратака в исполнении Шемыслова-Немеца. На сей раз польского гонщика я благодарю тут, опять же, поправка посредством Твиттера. Арсен Габдулин напомнил, что Кишеловский-то у нас хорват, естественно, а не поляк. Ну а на Ни Висконте тоже один из главных этапов для него был вот этот. Один из наиболее подходящих в такую горку, как сегодня. Он вполне умеет финишировать. На таком чистоколе подъемов он чувствует себя как надо. Такой мини-Беттини, многие говорили об этом. Вчерашний финиш под боком у дома Беттини в Ливорно тоже ему вполне подходил. Но вчера было, понятное дело, не до финиша. Довольно, надо сказать, агрессивен сегодня Робобанк. Уже несколько попыток отъезда было. И вот сейчас Брамтанкинг, пользуясь своим хорошим индивидуальным ходом, ну и, в принципе, неплохим мастерством прохождения спусков на высокой скорости. Мало того у Танкинга, как и очень у многих голландцев и бельгийцев, есть хороший базовый кроссовый опыт, который он тоже может здесь использовать. Танкин таких неурядиц шоссейных не боится ни в малейшей степени. И вот он сейчас, я думаю, докажет это на втором пуске Стерато. Тем временем вы видите, что, как это часто бывает, наиболее заметные разрывы организуются даже не там, где совсем плохо проехать, где крутая гора или где разбитый участок, а после, когда гонщики, когда организм молит о пощаде, ты хочешь немножко сбросить. И вот в этот момент кто-то из соперников оказывается более волевым, и он не берет тайм-аут, он уезжает, а ты уже немножко сбавил обороты, и твое сердце пошло работать уже не так часто, уже не так здорово гонит кровь. И попробуй тогда догонить. Две минуты сорок две секунды до преследователей от Койлера. Койлер по-прежнему показывает характер. Сейчас уже сил осталось не так много, но характера, судя по всему, еще с запасом. Здесь каждый за себя, обратите внимание, на невысоких скоростях, и когда комбинация градиента, ну вы видите, что здесь происходит, и вы видите еще неровности здесь попадаются на удачные траектории, и для которой это был момент истины, увидели мы, что у него тоже есть очень даже солидная база владения велосипедом, несмотря на рослость француза, перепрыгнул и поехал дальше. Ну а здесь уже, конечно, если полез в пекло, то теперь не жалуйся, и он уже не оглядывается, и он уже думает только об одном, как бы перетерпеть, как бы перескрепить зубами. Неровности еще есть на этих 26 километрах, собственно, они практически не кончаются. Но судьбоносным будет гора. Гора Ворьетто, столь типичная часть пейзажа средневековых и досредневековых городов, потому что Ворьетто, как поселение, родился 3000 лет назад в Абразии. 2 минуты 36 секунд у Колера. Не суператлета, это не Фабиан Кончинара, 177 сантиметров роста, 67 килограммов вес, но может быть вот как раз то, что и нет в нем и 70 килограммов, это ему помогает на как раз вот таких участках трассы, когда градиент, когда пробуксовка, все это в сочетании с не очень хорошим покрытием дороги. Тем временем, естественные ситуации, когда не везет с техникой. Попович только что был героем, он только что был впереди, а сейчас он практически повержен, потому что сразу же много времени уходит и Слава, вы видите, получает, это уж очень долго, надо сказать, эту техническую помощь. Как хочется, чтобы это все произошло побыстрее, но Ярослав уже чувствует, что время утеряно для того, по крайней мере, чтобы мечтать о победе на этом этапе, подходящем для него, кстати говоря, по характеристикам. Но Славе теперь придется догонять, и главная задача будет с большинством потенциальных лидеров генеральной классификации финишировать на небольшом отдалении. Сегодняшний этап, я уже сказал, этап потерь. Этап приобретения это вряд ли, а вот этап больших потерь во времени, этап досадных затрат сил, вот это все может быть запросто. Более-менее обрисовалась первая группа, так тут Миллер на колесе у своего товарища по команде Гарвин Сервелла. Проводили вчера с тяжким сердцем Тайлера Феррера. Феррер, кстати говоря, звал его давным-давно, Дэвид Миллер звал его в Жирону, где такой анклав, где, можно сказать, диаспора англо-американская, тех гонщиков, которые гоняются в Европе. Но вот он не хотел ехать именно из-за того, что у него там были лучшие друзья в Генте. Что будет теперь, как он решит, теперь неизвестно. Может быть, в самом деле переберется для того, чтобы на душе было чуть легче. С другой стороны, может быть, все-таки как-то вот близость к семье погибшего друга, может быть, каким-то образом морально и материально поможет. Кстати говоря, команда Leopard Track, я уже писал об этом на Твиттере, потому что все друг к другу представители велосипедного сообщества просят тиражировать эту новость о том, что собираются средства на поддержку будущей дочки, Ваутера Вейланда и его супруги. Ансофи. И очень многие уже откликнулись на это. И будьте уверены, что это действительно попадет по назначению. Тут никаких злоупотреблений, которые, к сожалению, при нашей местами дикой жизни случаются. Здесь их не будет. Можете быть уверены. Колер оглядывается, но при таком разрыве вряд ли он кого-то увидит. Не оглядывайтесь, ребята, лишний раз. Не оглядывайтесь, особенно на опасных участках. Говорим мы снова. И Джон Гадре пробует ногу. Сегодня на Чентине, несмотря на то, что он страдает бронхитом и едет на антибиотиках, совался в отрыв вместе с белорусским чемпионом, представителем Катюши Александром Кучинским. Они ездили в отрыве, который, в общем, выглядел вполне многообещающим. Хорошие моторы были в нем, хорошо был укомплектован, но не пустили, естественно. Чем опаснее и перспективнее отрыв, тем больше его стерегут и далеко не уехали. Очень массовые действия Робобанка. Отлично отрабатывает Астана. Два гонщика Катюши тоже находятся здесь. Пока вперед не лезут, не берут огонь на себя, и, может быть, это вполне-вполне оправдано. Важно будет, кто будет достаточно свеж для последнего натяга в гору. А до того, может быть, вполне борьба за выживание и борьба за сохранение максимального объема сил. Может быть, сейчас удобнее всего, потому что едет он в одиночку и равномерно, может быть, удобнее всего, и сейчас как раз приходится Келлеру. Так, отобрался Меньшов сюда, по-моему. Отобрался, по-моему, я его видел. Ну, вы видите, что Миллер поймал относительно группы многих, если не всех, то многих фаворитов. Хотя, вроде бы, расстояние-то здесь визуально небольшое, но разрыв уже в районе 40 секунд маячит. Дэвид Миллер нападался сегодня, вы видите, грязные, иссеченные ноги и спина. Две минуты от Келлера до всех остальных. Келлер убежал, казалось бы, слишком рано на этом этапе. Но последовавшие затем драматичные события приводят к тому, что швейцарец, хотя и уже преодолел несколько кризисных моментов, смотрите, ужасно, ужасно видеть вот это. Столько горести принесла нынешняя Аджирада Италия знаменитому шотландцу. Человек с большим сердцем и с острым умом, художник, в прямом смысле этого слова, художник, дипломированный и мог бы писать картины, но не доходят руки на самом деле, потому что он поглощен велоспортом целиком и полностью. Ну и последняя. Полевая дорога, так они ее называют, переводят на английский язык, но я думаю, что вообще-то переводы здесь ни к чему, потому что спирату это все-таки какая-то вот такая, какой-то такой фирменный знак, что ли. Этих дорог, они становятся все более и более знаменитыми, и на них можно держать очень высокую скорость, если у тебя хорошая техническая подготовка, но при этом надо быть еще более аккуратным, чем обычно на асфальте. И кто-то не решается рисковать, кто-то не обладает техническими навыками до такой степени совершенными и тоже поэтому сбавляет. Вроде бы и силы есть, но этот риск становится при определенном раскладе беспредельным. Очень перспективная группа идет сейчас. Третья. Два преследователя идут за швейцарским Кролером, а вот еще чуть-чуть дальше вот эта группа, которая сейчас в левом нижнем углу экрана была при сплестыне, вот эта вот группа, группа, мне кажется, будущего победителя этого этапа, потому что 22 километра впереди минута 44. У подножия последнего подъема, если он будет иметь секунд 20 преимущества, я думаю, что нога, тем не менее, будет у него достаточно тяжела для того, чтобы этот этап выиграть. Но, может быть, вопреки всем прогнозам, он выиграет в стиле, который никак не предполагался для сегодняшнего этапа. Всего одна победа у швейцарца в его, в общем-то, и недолгой профессиональной карьере. 17 июля этого года ему исполнится только 26 лет. С 2008 года он профессионал, так что четвертый его профессиональный сезон. В принципе, его соотечественники, как правило, начинают в профессионалах кататься пораньше. Тяжеленькую передачу Гарцеля сегодня выкручивают, более тяжелую, чем многие его соперники. Обратили вы, наверное, внимание. Нивали, разумеется, тоже здесь неподалеку. И вот что тут делать? Только звать на помощь своего спортивного директора. Видите, прокол сейчас у гонщика из Sky. Он готовит переднее колесо под замену. Голосует Nordhawk. Рослый такой атлетичный норвежец. Особо таких достижений, как у Арсена, как у, тем более, действующего чемпиона мира Пушев. Да, его соотечественников у него нет. Но есть определенная специализация, есть определенные таланты. И, в принципе, он под этот этап подходит, подходил точнее. Потому что сейчас, пока ему заменят это колесо, переложиться, я думаю, тоже будет совершенно нереально. Слишком близко финиш. Ну и где же, где же эти помощники? Где же эти технари? И опять, опять падение у Катальда, что ли? Да, Катальда упал. Притом шли они впереди, но очень рисковали. Вот вы видите. Ой! Я прекрасно понимаю, что это такое проехаться вот так по камням. И многие понимают. К сожалению, многие понимают именно с нашего пространства, потому что по каким покрытиям приходилось, особенно с юношеских лет, начиная ездить гонку. И у танкинга проблема. И он апеллирует. По-моему, оператор его каким-то образом помешал. Слетела цепь вручную, и ее пока он одевает, уходят драгоценные секунды. Группа преследователей едва не въезжает в него. Все же в пыли еще очень трудно среагировать. Какая там Париж-Рубе, это никак не меньше. Никак не страшно, не менее страшно. Болельщики все держат плакат. Очень многие держат плакаты, рукописные в память о Валтере Вейланде. Призывающие, чтобы все были поаккуратнее. Танкинг по-прежнему так и не может надеть цепь. Уже и Миллар проехал. Так, а где же его оруженосец? Кто его там вез-то, я не помню. Но, видимо, выпал. Оказывает помощь теперь Норхау Хуно. Уехали слишком далеко все. И его удача на этом этапе под большим сомнением. А, скорее всего, она просто даже не рассматривается как вариант. Вот туда бы поближе был. У Чьони там прокол был. Это он был из Скай. У Дарьева Давида Чьони. Дэвида, точнее, потому что он полуитальянец, полуангличанин. Все хорошо помнят. Да, у Ромбабанка есть достаточно длинный список рослых голландцев, которые могут здесь держать. Не один, так другой. Абора Аньоли Миллар. Это группа первых из неудачников, так скажем. Потому что там уже и большие группы от неудачников сформировались гораздо дальше по дороге. Ну и то, что очень многих, за которых мы болеем, сейчас пока толком не видно, это как раз знак позитивный, а не негативный. Они должны выйти именно в тот момент, когда это нужно. Потому что здесь выбрать тайминг – это идеальный вариант. Это единственно возможный вариант. Потому что можно двинуть раз, можно максимум двинуть два, если тебя зовут Беттини или Винокуров, но ни того, ни другого здесь нет. Но, скорее всего, хватит тебя только на одно серьезное движение, на одну серьезную атаку. И если ты ее совершил не вовремя, все, после этого ты полностью истощен и морально, и физически, и ничего у тебя больше не получится. Подсобираются немножко. Миллер показывает характер. Он подъезжает немного, я бы сказал. 20 километров до финишной черты. В этой группе догоняющих, невезучего, нападавшегося и наломавшегося, в смысле с большим количеством поломок Дэвида Миллера, некому поддержать. Он их везет, они его, и никого уже из товарищей по команде тоже нет. И можно быть уверенными, фактически, что все Грегори, но большинство Грегори, по крайней мере, из Гармин Сервелла, не удержались вот в этой группе. В группе больших, но по масштабности достижений, по масштабности талантов, никак не по величине своей, потому что очень много здесь, наоборот, миниатюрных спортсменов. Группа больших гонщиков, так называемых пигов, как их называют иногда в Италии, вот так на английский манеру, иногда они любят там поэксплуатировать английский язык. И вес золота буквально каждое колесо сейчас вот на таких стационарных пунктах обслуживания, потому что проколов очень много, и очень многие механики, не только механики, команды, массажисты и представители даже прессы выходят на трассу для того, чтобы подстраховать своих спортсменов. И снова Стеррато, на этот раз полотно чуть более аккуратное, вы видите, с меньшим количеством выбоин, но повороты здесь, естественно, учитывая, что сцепления никакого нет, и вот увлекся Каттарио Катальдо, человек, который много-много раз уходил еще и в прошлом году, вы прекрасно помните, и как-то уже близок был совсем к победе Петров наш, у него отобрал ту победу в горку. Ну и Дарио просто переоценил свои возможности, просто переоценил, просто не понял поведение своего велосипеда, поэтому если бы гонщик был, как говорится, владел бы собой, если бы он был более накроен, он бы никогда не пошел на тот поворот при такой скорости. Не знаю, кстати, сопровождающий мотоциклист помешал ли и танкингу или нет, если помешал, то, конечно, будет опять же разговоров в прессе после сегодняшнего этапа достаточно. 58 секунд до Колера, все меньше шансов у него удержаться, все-таки вот эти гроссмейстеры погонь и по бездорожью, и в горах они прекрасно знают, когда им контратаковать. Группа Миллера в минуте 45 секунд разрыв, разрыв остается прежним. Ну, сейчас, может быть, два соотечественника как-то худо-бедно сработаются, по крайней мере, по-моему, у Дарио Дэвида. Есть такая задумка, рослый англо-итальянец по 194 номерам получил, наконец, техническую помощь, и после этого, застряв надолго, относительно Миллера даже тоже, сумел подняться, сумел подтянуться к нему. Это значит, что силы есть. Сейчас немножко подышит, потом поможет, я думаю, Дэвиду, потому что у них хорошие взаимоотношения. Вообще все англоязычные между собой, как правило, ладят. Ну, я не имею в виду Тайлера Фарра и Марка Кевиндиша. Это случай клинический, конечно, это другая история о другом. Но Чиони никак не включится все-таки. 55 секунд до ближайших преследователей от швейцарца, который выигрывал только гонку будущего. Не всю. Один из ключевых этапов. Дур де лавинир. Но с тех пор на профессиональных дорогах не подписал свою фамилию ни под одним призом. В этом году проехал сезон арденских классик. На Волоне ничем не запомнился. Был 133-м, чуть поближе был на Амстеле. Но, кстати, высовывался просто рановато. И еще и там тоже работал на команду, потратил силы заранее. На Страде Бьянке, на классической однодневке, вот по этим же дорогам. Но только там этих дорог намного больше. Он занял 52-е место. Гадрей Венинг. Петер Венинг подстраховывает брама танкинга, у которого получилась проблема переключения и заживала цепь. Ну и вы понимаете, когда гонщик рвется в бой и там руки на самом деле трясутся, ты в спокойной обстановке поставил бы эту цепь, прокрутил бы и поехал. А там ничего не получалось. И без помощи со стороны, я думаю, он и не обошелся в результате. 42 секунды до Кюлера. Уже процентов, наверное, 90, что не выиграть ему этот этап. Увы, потому что он действительно таким суперрейдом заслуживал больших почтей. Но он и понимал, что он предпринимает огромный риск. Ну и смотрите, все-таки, все-таки добрал, выходит Миллар, да? Да, они вернулись в основную группу. Рискуя, добавляя на больших передачах на спуске, четверка возвращается в основную группу. Миллар борется до последнего, чтобы не отдать розовую майку. Опять падение, там было по правому краю. Гонщики быстро поднялись, по-моему, среди них был Гарцели. Либо падение, либо проколы и поломки какие-то. Гадре пытается сбежать в одиночку. Кажется, слишком миниатюрный для такой трассы. Это все-таки не супергоры, но пока у него получается. Погоня продолжается. Венинг. Даром, что такой бестелесный. На самом деле у него всегда был хороший индивидуальный ход. Да вообще вот это поколение молодых, рослых голландцев во главе с их главной надеждой на Тур-де-Франц, который здесь не присутствует. Готовится именно к большой петле, понятное дело. Но его оруженосцы, я думаю, что Венинг будет с ним рядом тоже. И, тем не менее, сейчас тратит силы их особо не экономя, естественно. 23 секунды остается до швейцарца. Перед тем, как мы ушли на паузу, в самом деле была проблема у кого-то из Аквайсапона. Не то Гарцели, не то Кудол. Вот так вот по фигуре, которая мелькнула на обочине. Вроде бы, да, вот сейчас команда, судя по всему, Гарцели, да, потому что вы видите, сколько возвращается за ним сразу. Гарцели, да, 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 и опинация! Гарцели, опинация! Гарцели! 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 Опинация! Привезнейшее падение гонщика из Робобанка. Где медики? Медиков-то нет сейчас, потому что всех разметало по дороге. Без сознания сейчас голландский гонщик у всех в глазах стоит то, что было всего два дня назад. Надо заблокировать здесь. Посмотрите, технички наезжают, они неконтролируемые. Они там как-то перекрыть. По-моему, это какие-то добровольные помощники. Из-за исключениям, этот человек не из штата гонки. Снова-снова это происходит в хвосте. Где мало обслуживающего персонала, где гонщики иногда выпадают из поля зрения. Вот товарищ по команде впереди. Проскакивает под железнодорожным мостом. Контур атакует 21 секунда. Наверное, ему ничего не сообщают, но... Падает Том Слектор. Слава богу, он зашевелился. Слава богу, он пришел, кажется, в себя. Поднимает руку. Ну, а что касается лежания без чувств, то и на веку вашего покорного слуги это бывало. Лактар. Дебютант «Тверда Италия». Скорее всего, я думаю, что сегодня гонку закончат. Но, слава богу, спортсмен жив и в сознании. Теперь уже... Это немыслимо. Те, кто впереди идут своим темпом... Ведь у меня сегодня даже... Я не знаю, слова, предложения иногда сложно складываются, потому что... Кошмарный сон на Илу снова и снова поднимается. То, что мы пережили два дня назад. Но здесь такая дорога. Вот она действительно по-настоящему опасная. Гораздо более опасная, чем тот пас сороковой, который оказался последним перевалом для Ваутера Вейлэнда. Всего 20 секунд за пазе у швейцарца. Понятно, что нога уже тяжела, и вряд ли у него что-то серьезное получится, даже в плане того, чтобы присоединиться к группе преследователей. Сейчас уже просто не то состояние. Особенно девушки в нашей аудитории, вот тут и Наталья, и Алена, на пределе своей нервной системы все это смотрят. Я вижу это по реакции на Твиттере. 17 секунд. Венинг работает практически без помощи французу. У француза 4 победы в карьере. Последняя одержана в 2008 году. Давненько не приходилось подниматься на подиум. Однажды он выигрывал Туф де Лен и дважды становился победителем ключевых этапов на этой гонке. И кроме того выигрывал Гран-при Кантон-Аргао, Гран-при Гиппингена, как еще называлась эта гонка. Ну, в принципе, без каких-то суперзвездных достижений, но, по крайней мере, на Джирдо Италия он, можно сказать, практически ветеран. Он хорошо очень знает эти дороги и много раз приезжал в отрывах разнообразных. Но выиграть этап не приходилось. Ну, вот вы видите, вот он наотмаш ударился с трясением мозга обеспечена. Второй удар. И на сей раз, видите, слава богу, что на сей раз шлем выполнил свою функцию. И вот не будь на нем шлема, опять-таки, немыслимо, но трагический список нынешней Джирдо Италии пополнился бы с очень высокой степенью вероятности. А так, конечно, его встряхнуло. Конечно же, сейчас закрытая черепно-мозговая травма практически гарантирована. Его, безусловно, отправят в больницу. Я не сомневаюсь, что гонщик, придя в себя, будет пытаться все-таки влезть в седло и продолжить гонку. Но ему есть люди, которые ему этого не позволят сделать, конечно. Вот опять же, когда мы говорим, вот радиосвязь, все, вот она спасает. Но нужно учесть другой момент. Нужно учесть то, что, вот вы видите, вот если гонка идет вот под такой дороги и при таком обеспечении показывают, чтобы поаккуратнее отставшие и их сопровождающие проезжали. Тут уже все несутся на финиш. Швейцарца догоняет дуэт его преследователей. 10 километров остается до финишной черты. Ну и все. И надо сказать, что все немножко уже в истерике. Они немножко паникуют все. И официальные лица, и медики, и сопровождение. С этим вообще на самом деле надо что-то делать. Я думаю, что будет какое-то совещание, потому что после того пережитого, вы видели уже просто, как вот этот человек в ворожжевой майке, как он взвал кого-то, чтобы кто-то поскорее пришел на помощь. Я думаю, конечно, неповторима та история с соседом Буньо по комнате, которую погиб, была последняя жертва Джиро перед потерей Веннинга в 80-е годы. И ну поставьте кого-нибудь, поставьте Маршала где-то подальше. Как-то вот тоже, опять же, надо же как-то что-нибудь давать в руки, чтобы они руками махали-то, потому что кто-то из гонщиков просто у него язык на плечо, он не видит ничего уже перед собой, настолько наелся в этой группе отвала, пытаясь, по крайней мере, спасти просвет своего участия в гонке, соответственно, не попасть под лимит времени. Ему, если буквально под нос не покажет что-нибудь такое яркое, не крикнет что-то, но он и не среагирует ни на что. Влетит еще и он тогда. И продолжает атаковать Веннинг, уже в одиночку, причем практически не поднимаясь из седла. Петр Веннинг добавляет передачу и пошел во весь опор. Метр восемьдесят шесть рост, при этом шестьдесят шесть килограммов веса и еще один чикен, но только голландский. Пять побед в карьере у Веннинга. Карьера достаточно давняя, несмотря на то, что в апреле месяце ему исполнилось только тридцать лет, но гоняется в профессионалах уже очень давно, начиная с робобанка третьего дивизиона и перейдя плавно в основной робобанк. И с тех пор команды не менял с 2002 года. Наджирдо Италия принимает участие во второй раз. В генеральной классификации он был двадцать четвертым в предыдущем году. Но видите, здесь может быть еще травма шеи. Вот доктор Тредичи на вашем экране. Главный врач гонки. Стоит с левой стороны его квалификации. Его помощь сейчас не требуется его младшим помощникам, потому что это тот случай, когда они могут справиться. Профессор Тредичи. Представляете, что он сейчас подумал, что он сейчас испытал. Семь километров к Ленингу до финишной черты. Это человек Джиро. Он понял это в прошлом году. И пока его младший товарищ по команде получает медицинскую помощь, очень сильно ударившись на высокой скорости. К счастью, в данном случае ситуация с Вейландом не повторилась. Пришел в себя гонщик. Но очень болезненная травма. Вполне возможно еще и повреждение шеи при этом. Его сразу же взяли в корсет соответствующий. И Скарпони. Скарпони и его основные соперники. Горзели тоже тут, как тут, большими силами приставлена Скай. Но пусть вот они и догоняют. Скай, да, Лампра и СД. Потому что до этого очень много, допустим, работала Астана. И она свое дело сделала, не допустив того, чтобы кто-то улизнул слишком далеко. Дарио Дэвид Чьони тоже очень активно работает. Хотя у него была поломка и была остановка. Тут антишоковую терапию тоже нужно, конечно, провести для того, чтобы спортсмена не мучила боль. И потом, потом поскорее. Скорую помощь и никаких вариантов по поводу доезда. Потому что один такой доезд закончился в трагедии в 80-е годы. Но тогда еще диагностика вообще была не настолько совершенна. Тихонечко пустили в седле. И вот если бы не пустили, он бы был жив и до сих пор здоров. Я думаю, вполне. Но закрытая черепно-мозговая травма развивалась в отек мозга. И дальше уже спасти его не сумели. Хотя и госпитализировали тем же вечером. Я абсолютно тут согласен с Натальей, которая говорит, что в этой ситуации плевать на зрелищность. И главное, это безопасность. Но вы видите, что и радио тоже не спасает. Потому что сам характер этапа такой, что разбросало всех. И причем и тех, которые обеспечивают безопасность этой гонки. На такие этапы не знаю, что нужно делать. Нужно иметь медицинских машин с десяток, которые будут на разных участках. Кто-то будет стоять стационарно, кто-то будет двигаться. Медицинский вертолет должен летать, если так уж. Есть такой запредельный риск. Потому что, в принципе, вот такие рискованные этапы попахивают, вообще-то говоря, чем-то похожим на скоростной спуск, где-нибудь там. На штатовских страшных трассах. Венинг пошел очень серьезно. Венинг пошел до конца. Очень хорошо мотивированный. Собор Арвието возвышается над обрывом. Его видно со всех сторон. Он определяет облик города, в особенности на рассвете и на закате. Эх, да красот ли до этих сейчас. Так вот, пять побед в карьере у сбежавшего сейчас в одиночку от своих попутчиков Венинга. Предыдущая победа была в 2009 году на трассе Тура Австрии. Причем на очень непростом рельефе. Он выиграл Тур Польши в 2005 году. Этап до Карпача тоже, естественно, где Карпач. Там все, кто следил за гонкой мира и кто не участвовал в нашей аудитории, все прекрасно помнят, что это такое. На Тур де Франц стояла самая большая победа Венинга в 2005 году. Этап тоже Мера. Ну а насколько он перспективен, говорит хотя бы то, что в генеральной классификации только что закончившийся подготовительный многодневкик Тур де Италия, как многие ее считают, Тур Романдии. Венинг занял очень почетное шестое место и на ключевом этапе замкнул десятку сильнейших. В финальной классификации Тура Каталонии был в 15 лучших. Удивительно, конечно, как выжил Малыш и Горняк. Тоже весь покрытый солью. Карлос Састро, в принципе, высидел в этой группе. Это значит, что он потихоньку все-таки втягивается. Перед вчерашним этапом он представлял собой не очень впечатляющее зрелище и было совершенно непонятно, как он сможет работать рядом со своим капитаном и другом Денисом Меньшовым. Сейчас уже больше это похоже на Карлито. На Карлито, который, если вы помните, добивался даже два года назад побед на очень тяжелых горных этапах в Тур де Италии. 41 секунда до Венинга. В группе, в которой объединили командные усилия британская «Скай» и украинско-итальянская «Лампре» ИСД. Ну и там подключается еще и гвардия Винченцо Нибали. Для Нибали это тоже вполне его гора. 42 секунды передает сейчас радио Тур. 42 секунды от Венинга до преследующей его группы. Венингу, многие говорят, немножко не хватает чемпионского характера. Такого, в смысле, характера капитанского, когда бы он мог построить команду под себя. Пока Миллар выглядит настолько убедительно, что я не удивлюсь, если он в результате и сохранит эту майку лидера. Сейчас будет очень ощутимый подъемчик. Вспомнит Денис Меньшов наверняка свою победу в Морелии. Тоже аналогичный кусок в Испании на Вуэльте. Один из первых его успехов, который потом протарил ему дорогу к большим другим успехам. Но вы видите, пасут друг друга гранды генеральной классификации. До Кольера и Гадре добрались, естественно, и, кажется, немножко перепутали. Потому что не за ними, в первую очередь, нужно тянуться, а за легким, чрезвычайно высокорослым голландцем. Градиент здесь очень ощутимый. И надо сказать, что Венинг заметался в поиске подходящей передачи. Сразу очень ощутимо сбросил. Сначала встал, уперся, потому что передача была безумно тяжела. Ну, а группа, вы видите, раскатывается на высокой скорости. Но после всех этих встрясок, после всех этих многочисленных падений, такое ощущение, что гонщики находятся в состоянии Гроги и не готовы друг друга атаковать. Не готовы заниматься разборками между собой, а выживают вместе. И тут Венинг встал. Хотя легкий, как Пушинка, но поехал практически поперек. Ему едва хватает шестеренок сзади для того, чтобы прокрутить передачу. И вы видите, его прекрасно контролируют из основной группы. И это уже не 41 секунда. Да, здесь, конечно, градиенты, здесь скорость совсем не та. Томас Левквист, имеющий довольно четкие амбиции в генеральной классификации. На колесе Горцели, далее Скарпони, затем Роман Кройцегер. И Миллер капнул. Догонялки, вот эти многочисленные падения, это слишком много для одного дня. И британец остает. Но он был героем сегодняшнего этапа. Спасибо, Дэйв, за то, что ты выступаешь для нас. Два километра остается Венинга до финишной черты. Но каким он пересечет эту финишную черту? Гораздо быстрее едут его преследователи, но тоже упираются в крутичок. И вот здесь бы неплохо было бы увидеть Пуррито. Пуррито надо выбираться. Пуррито. И вот перед ним находится Контадор. Два испанца могут сработать таким дуэтом. Но что же медлит Родригес ждет, пока другие доберут Венинга. А потом он снимется у них с колеса, чтобы уж до верного. Потому что, естественно, команде очень нужна победа. Для того, чтобы спал психологический груз. Для того, чтобы уже как-то более свободно выступать. Мне кажется, он нормально себя чувствует. И луки я здесь вроде бы не вижу. Хотя в идеальном случае от Катюши должно было быть два человека здесь в этой горе. И Скарпони пробует. Скарпони разгоняется чуть более пологого. Вы видели, взял вправо. Немножко набрал лишних метров. Но зато набрал и скорость. И потому что там более пологий участок, чем во внутренней части виража. И после этого поставил передачу потяжелее. Он, судя по всему, репетировал этот финиш. И хорошо его знает. А дальше глубокружительный спуск. С верхней точки этого холма. И Венин перетерпел. А дальше уже на спуске он ничем не хуже, чем его догоняющие. Ой, как тяжко Милору. Не хватает передач. Он не думал, что он будет ехать в эту гору в таком состоянии. После стольких падений. Люфтвист не отстает. Не отпускает. Микеле Скарпони атакует. Будет еще один подъем, я напоминаю. Чуть менее крутой. Буквально 600 метров до финиша. Опять должна дорога пойти вверх. Венинг делает то, что он умеет лучше всего ломать хорошую передачу. Милора уже надо выталкивать вверх. Он уже совсем не тянет. Спуск закончен. Пошли контратаки снова из основной группы. Венинг рядом. Вроде бы вот красный флажок. Сто километра до финиша. Голландис находится. Продолжает шагать, а не крутить. Потому что уже настолько натруженные ноги. Хищная группа преследователей совсем рядом. Примерно 20 человек рядом с ним. И финал, не правда ли, очень похож на Нурлиуи. Очень похож на флэш Волонь. И знают, что такое выступать в соседней Бельгии. И в далекой, но похожей, в данном случае, Италии. Голландцы и бельгийцы. Ну что ж, посчитались, оглянулись. Контадор ставит полегче передачу. Но он, судя по всему, не готов сегодня дразнить кусей. Он не готов выходить вперед. Он ждет, что кто-то пойдет раньше его. А ему главное, чтобы рядом были его основные соперники в генеральной классификации. 600 метров до финиша. И обратите внимание, что никто не берет на себя инициативу догонять Венинга. И рушатся шансы этих сильных преследователей. Сумел Пурита Родригес зацепиться за эту группу. И, конечно же, куда же без оранжевой команды. Ведь они ничего не планируют в генеральной классификации. Даже Игорь Антон и Ниеве, Микель Ниеве, атакуют. И уже мощно на большой передаче. И сразу же дал просвет. Остается 300 метров примерно. Венинг оглядывается. Если бы был на месте Ниеве Игорь Антон, то, может быть, и хватило бы пространства. А этот баск не догонит. Все-таки Венинг. Какая выстраданная, тяжкая, кровавая победа. Тур де Франц несколько лет назад, когда он еще был совсем юным спортсменом в 2005-м. И вот сейчас на Аджирде Италия классический, страшный, напряженный этап. Как там его молодой товарищ по команде? На второе место на этапе. Заезжает не вижу кто, честно говоря. Ну, чуть ли не Меньшов по стилю. То есть я хотел бы, чтобы это было так, по крайней мере. Такие дорожки Денису всегда подходили. Но сегодня была такая куча мала, такая неразбериха. Естественно, расстался со своей Майкой и Дэвид Миллар. Но я думаю, что то, что происходило с Дэвидом, в очень значительной степени объяснимо тем, что происходило до того. Потому что он на себя взял слишком большой груз вот той трагедии. Он выступал от имени многих друзей погибшего бельгийского спортсмена. Он как-то разгружал их. Он в пилотоне, вот отметил вчера Дзуминьян, что Дэвид Миллар фактически стал в пилотоне, ну, как бы капитаном всей группы. Он руководил всем тем, что происходило вчера на этапе, для того, чтобы это выглядело достойно. И для того, чтобы действительно все, как полагается, почтили память погибшего спортсмена. Ну, и то, что он вынес на себя, что там эти физические нагрузки, это только мелочи, это какие-то семечки по сравнению с тем, что ему пришлось преодолеть. А сегодня день начался, в принципе, из-за этого, я думаю, вот таким вот образом. Поломки, падения, неудачи и потеря розовой майки. Но мы запомним тот день, когда он ехал в этом одеянии. Собор Орвието. Замечательный город. Обязательно доберитесь до него. Не так это сложно сделать, если вы путешествуете по центральной Италии. Еще одно удивительное место. Но особенно интересно, особенно необычно. Чита Сегрета, или Чита Стерене, или Риета Андеграунд, как называют, на интернациональный манер. Многочисленные здешние пещеры, километры и километры. Катакомб, потому что из вулканической породы, вот эта скала составлена, она довольно нетрудно прорывалась, и еще с русских времен. Здесь строили подземные ходы для разных целей, подземные залы, и вам обо всем этом расскажут каждый день. В летний период, по крайней мере, с марта месяца, с первого марта и, по-моему, до конца ноября. Лучше записываться, потому что иногда бывает очень большая толпа, а за исключением блика туристического сезона, в принципе, здесь, по-моему, только 4 сеанса. Ну, в туристический офис подойдите, в Риету, неподалеку от дома, от собора, и вам там все объяснят, расскажут, и вы получите незабываемые впечатления. Браво, браво, Дэвид, сделавший все, что мог, отдавший лидерство, но в жестокой борьбе. Еще раз смотрим мы кадры победы Венинга, тоже. Дуарте переехал финишную черту на второй позиции. Боеспособен вполне. Но вот сейчас, сейчас то самое будет, о чем говорили спортивные директоры Астаны, да и все другие тоже. Сейчас мы будем выяснять, кто здесь больше потерял в этой гонке. Вопрос не в том, кто сколько приобрел, а кто из капитанов не оказался в этой группе. Раздосадованы не были, но, с другой стороны, не мог Венчензу не были ничего противопоставить здесь. Вымотала эта трасса. Порядок прихода. Дуарте второй. Перес третий. Лэмэвэль показал свои кроссовые возможности. Бывший профессиональный кроссмен Оскар Гатта и шестым. Первый из грандов генеральной классификации. Рядом Кантадор, рядом Скарпони, рядом Гуррито Родригес, рядом Кроицегер. Вот эти все ребята, все претенденты на генеральную классификацию, не потеряли ровным счетом ничего. Что дальше смотрим? Амбициозный Лёвквист, Настатин Севцов, один из, вместе с Пенотти, генеральщик HTC High Road, молодцы. Денис тоже, все нормально. Не обмануло зрение, действительно, он ехал и ехал среди первых. Стефано Гордзели. Ну, практически, практически мы не видим ни одного из названных изначально капитанов, которые бы здесь откровенно проиграли. Да, более того, несмотря на все эти ужасные перипетии, они не проиграли ничего. Вот что значит, опять-таки, вот, кто спрашивает, из-за чего многодневщики не общительные такие, из-за того, что вот такие вот у них испытания. Во время гонки им вообще нельзя ни на что отвлекаться. Венинг перехватывает розовую майку, Пенотти совсем рядом, Севцов тоже буквально в двух секундах. Ну и дальше тоже, ого-го, какие имена. Очень значительно перекроилась сегодня генеральная классификация, но разрывы по-прежнему между грандами невелики. Только важно, что с сегодняшнего уже этапа четырехзвездочного претенденты на высокие места в общем зачете, несмотря на, может быть, не очень удачный дебют на первом этапе в командной гонке их коллективов, сейчас они поправили свое положение значительно. Да. Сегодняшний этап был совершенно безумный, конечно, и было несколько эпизодов, которые могли закончиться в трагедии. Это, опять же, для размышления пища для всех, для нас и для организаторов. В Риме продолжается теннис, продолжается турнир, и следующая наша прямая трансляция именно оттуда. Ну и, соответственно, телеперекличка спортивная в режиме нон-стоп на канале Евроспорт продолжается. Да, помимо всего прочего, когда закончился этот этап, по крайней мере, основная его часть, потому что для кого-то, и вы видите, для многих даже, судя по дороге, этот этап отнюдь еще не близок к завершению. Мартин Коллер у нас новая зеленая майка. Бромбилла как ни старался спасти очки, и кое-как преуспел в этом деле, но все равно оказался вторым. И таким образом не зря Швейцарис ездил. Все те, кто ездит в далекие отрывы, обратите внимание, вот хотя бы тот же самый Ланг, разделщик, побыл немножко горным королем, когда еще на супермногодневках, в особенности, доставится ему такая возможность. Все очень плотно по-прежнему в генеральной классификации. К счастью, страдобианки не переломали нам никого из фаворитов. И вообще, действительно, серьезно пострадавших есть только один. Держим за него пальцы крестом. И, ну, по крайней мере, он жив. И в перспективе, я даже думаю, что и не очень нездоров. Но в ближайшее время, конечно, придется, мне кажется, от спортивной деятельности с Лактеру воздержаться. Да, как правильно проводить такие этапы, как правильно обеспечивать на них полную безопасность в рамках, в особенности, многодневной гонки. Потому что однодневка классическая, а один день это все-таки, когда все ресурсы брошены, когда и гонщики, и все выступают, все-таки в более интересном состоянии, что иначе. А касается внутри многодневки, как брат двоюродной похож на Раскуса, не правда ли? Бывшего со-капитана Робобанка вместе с Меньшовым, когда выходили на трассу. Сейчас Михаил Раскуса на 5-10 день разбирательских разнообразных. Итальянский фонд, в принципе, на данный момент закончится и выступает в этой очереди. За команду, которую фактически Коми создал, но за команду, которую толком никуда не пускают, недавнее прошлое, которое начинает забываться. Рьетов, Юджи, завтра 216 километров, варафонский этап, по холмам, между лесами, все очень живописно, совершенно неровно и в достаточной степени непресказуемо. Как всегда, желаем в первую очередь, чтобы все было хорошо у бойщиков, а потом уже, чтобы был спортивный результат, но зрелище нам тоже гарантированно. Будьте с нами, по крайней мере, ваше сперва и присутствие опять-таки помогает. Для вас работали режиссер Александр Богаткин, комментатор Сергей Гурдюков. До встречи завтра в прямом эфире.